Вадим Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Вадим Петрович, у меня сразу такой вопрос. Что для вас танцы? Вот одной фразой, либо одним словом? Ну, отвечу на этот вопрос так. Танцы для меня — это жизнь. В которую я окунулся с самого раннего детства и чувствовал, наверное, и понимал уже то, что моя жизнь и танцы, хореография — это два совместимые понятия. Ну вот давайте начнем с того момента, когда вы окунулись. Как это было вообще? Сколько вам лет было, когда вы начали танцевать? Ну, это было давным-давно, в детское время, когда я еще ходил в детский садик. И получилось таким образом, что уже наши воспитатели, которые были в детском садике и обучали меня уже началом азов жизни и творчества, они заметили во мне небольшой талант. Ну, конечно, маленький талант, но развивается потом большой талант. И сказали родителям, что нужно обратиться в какой-нибудь хореографический коллектив, к специалистам, которые могли бы развивать дальше во мне это направление творчества как хореография. Но, честно говоря, для меня было испытание в детском возрасте понять и постичь все. До четвертого класса я ходил в театральный коллектив, в хоровой коллектив. Я занимался в секции спортивной ходьбы. Я ходил в плавание, я ходил в Дом пионеров на моделирование, в кружок шахматы. И понимаете, вот эти вот все основополагающие развития детства, мне это все помогло. И только в четвертом классе я пришел в образцовый ансамбль танца «Искорка» под управлением Майя Титовна Хомич. И начал уже делать первые шаги в хореографию. Танцы победили? Да. Ну, это еще раз подтверждает мысль, что талантливый человек талантлив во всем. Да, есть такое понятие. Как дальше развивались события? Как вы пришли на сцену большую? Уже с четвертого класса общеобразовательной школы, когда я сделал первые шаги в хореографию в этом коллективе, для меня очень было важно ухватить самое важное – это основу в хореографии, это базу. Уже через полгода я вышел на сцену впервые в этом коллективе «Искорка». Как это было? Помните вообще эту историю? Танец этот, что это было? Это был хореографический номер «Пингвины». Одетые чепчики, натянутые комбинезоны, на ногах красненькие ласты. Смешно было, оправдано, образно. Но для меня это был, ну, скажем так, первый прорыв в творчестве, когда я для себя сказал «Да, это мое, я буду танцевать». После этого начались гастроли, началась концертная деятельность в этом коллективе. И уже когда я закончил 10 классов общеобразовательной школы, для меня стал путь, куда же поступать дальше. В школе мне очень нравилась, конечно же, математика. Я хотел стать математиком. У меня было два варианта поступать или в БГУ на матфак, или в университет культуры на хореографию. Я сам сел в автобус, поехал в Минск, и пока вот ехал этот промежуток времени, решил для себя, что будет ближе от вокзала, туда я пойду поступать. Конечно же, стало ближе это университет культуры. Уже сдав все экзамены по хореографии, меня зачислили, приняли в университет культуры. Пять лет я отучился. А как получилось, что вы вернулись в Солигорск, а как оказались здесь? У меня стоял путь, или все-таки остаться в Минске, или уехать. То есть весы моего творчества решили все-таки уехать. И мой следующий пункт остановки – это был Кополь. Кополь я задержался всего лишь на три года. Так как городок маленький, и я понял о том, что уже сделал ошибку, уехал из Минска. Мой полет, следующая остановка – это было в Солигорск. И когда я уже приехал в свой родной город, в свои родные места, я создал коллектив. Жутко было страшно. Почему? Потому что на первое занятие пришел только один человек. И думал, провал, не получится. Но не остановился, пошел дальше. И когда уже на следующие тренировки, репетиции уже появилось еще больше людей, еще на основном женский состав, а тут девочки привели еще парней, и тут вот создался такой небольшой коллектив. Шли годы, конечно же, на молодежном составе нужно было подпитки. И тогда я решил организовать еще один коллектив, молодой, после чего я назвал его «Зорочки». Так появилось у меня уже два состава. Это коллектив «Сузория» и «Зорочки», где уже дети, постепенно обучаясь, переходили в мой основной состав «Сузория». И на этом не мог остановиться. Дети есть, молодежь есть, но ведь хочется еще и какой-то новый проект. И я решил набрать с 1 сентября еще один коллектив «Топотушки». И сейчас мы уже в возрасте таком, знаете, как многодетный отец. От 4 лет и до 80. Наверное, в этом и есть уникальность вашего коллектива. Да. А сколько численность? Ну, год назад это было 400 человек, сейчас уже где-то около 500. 500 человек в нашем большом звездном коллективе «Сузория». Сколько лет сейчас коллективу на данный момент? Ну, в этом году мы будем уже отмечать 25-летие. Дата, скажем так, еще маленькая, но круглая, где хочется уже показать все наше творчество, пригласить всех наших друзей, пригласить всех выпускников вспомнить эти 25 лет от начала образования и до теперешнего года нашего творчества. У вас за плечами сотни, может быть, даже тысячи выступлений за все эти годы, много гастролей. Какие самые яркие события, вот такие запоминающиеся, можете назвать? Не можем остановиться на тех проектах, которые у нас проходят в Беларуси, а хотя они значимые. В прошлом году мы участвовали впервые в конкурсе хореографического творчества «Дэнс Конгресс», который организовывает Министерство культуры и Университет культуры. Поучаствовав, мы заняли там в номинации «Белорусский народный танец» второе место. Для нас это очень большая награда. Но уже, наверное, третий год мы выезжаем на международный фестиваль хореографического творчества в Италию, в город Пьезеро. И там вот на протяжении уже трех лет мы становимся обладателями гран-при. Это высшая награда этого фестиваля. Ну, если перечислять наши поездки, то они многогранны. Перечислять можно очень много-много-много. За 25 лет охват территории нашей земли в творчестве. Вот у вас на груди знак такой интересный, я вижу. Расскажите, что это за награда? Ну, редко делаю, конечно, такие награды. Это медаль Франциска Скорены. Три года назад мне вручали на заседании правительства в Минске. Ну, награда, которая, наверное, достояние не только меня. Это наша общая награда вместе с коллективом. Один в поле не воин. И без коллектива я бы не был таким известным, не получил бы эти награды. Вместе создаем проекты. Это наши общие награды. Вот еще я знаю, вы обладатель гранта президентского. Три года назад подавали документы благодаря нашему директору, Оксане Анатольевне Куклицкой. Мы подали совместные документы в Министерство культуры на грант проведения международного фестиваля в городе Солигорске. И тогда созрел этот проект. Создать международный фестиваль хореографического творчества «Терекон». Первый проект был, не побоюсь этого слова, фееричный. Всем очень понравилось. Оценка Министерства культуры была достойная. И сказали, жить этому проекту дальше. Итак, уже в прошлом году был второй проект. В этом году у нас уже немножко другая значимость этого фестиваля. У нас приезжает больше иностранных коллективов. Также участвуют и международные члены жюри. И каждый год мы хотим удивлять наших посетителей. Поделитесь своими творческими планами. Планы. Ну вот первый, самый ближайший план. Мы запускаем наш проект «Терекон». Третий по счету. И, конечно же, самое важное мероприятие, которое будет в этом году, уже в завершении 2024 года, — это 25-летие нашего коллектива «Сузория». И подтверждение звания заслуженного. Потому что каждые пять лет мы подтверждаем это звание. Вот вы такой энергичный, постоянно развивающийся человек, творческий. Откуда вы черпаете энергию? Что вас вдохновляет? Жить, творить и любить эту жизнь, так как от неё, когда создаёшь проекты, приходишь к исполнению своих проектов, и когда уже видишь результат и говоришь, не зря, получилось, не останавливайся, иди вперёд. Впереди ещё очень много всего несвершённого. Спасибо вам за интересную, содержательную беседу. Я желаю вам творческих успехов, благодарных зрителей. Спасибо. Спасибо.